Советскому военно-морскому флоту, российскому военно-морскому флоту, троекратное! Гиб-гиб! Ура! 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 Последнее воскресенье июля – профессиональный праздник моряков. В этот день поздравляют военнослужащих флотов России. Среди них матросы, офицеры, сотрудники береговой охраны. Вот и мы, наша съемочная группа, в этот день решила поздравить виновников торжества, тех, кто сегодня живет в Когалыме. Их немного, но они в тельняшках. И к ветреной погоде им тоже не привыкать. На море бывало всякое. В небольшом кругу они отмечают профессиональный военный праздник. Своим присутствием моряка всегда согреет любимая вторая половина и завтрак, как в армейские годы. Вспоминаю, сказал с утра макароны приготовить по-флотски. Конечно, это гордо имеет супруга моряка. Все-таки это достойно служить в моряках. Мы уже не первый год с супругом справляем данный праздник. И не только в Когалыме, и в Хакасии были. Торжество начинается с возложения цветов. Место сбора – парк Победы у Вечного огня. Кто люди постарше, поспокойнее хотят. Собирают с семьями на дачах, дома. Произносят осты, смотрят. Сейчас военный парад, кстати, будет скоро. По телевизору показан. Но кто ребят помоложе, у кого сил хватает, ездят на машину, наверное, вы сами убедились. Сил праздновать наравне с молодежью, устраивать автозабеги с андреевскими флагами, хватает и у старшины Равиля Аюпова. Сегодня мужчина вспоминает день присяги на острове Русском. Со своим экипажем моряк отправился в Калининград. На военно-морской базе Балтийского флота он провел лучшие годы своей жизни. Большая часть службы там прослужил. В городе Балтийске, военно-морская база Балтийского флота, освоили корабль и в количестве трех штук, значит, трех единиц. В сентябре 87-го года мы начали наш боевой переход в город Владивосток. А вот Дмитрий Кузнецов уверен, что служба в армии уже не та. Если уже идти в МФ, то как минимум года на два, тем более, если распределили в электромеханическую боевую часть, в самое сердце корабля. Переносится мыслями в прошлое моряк. Сейчас, как в нынешнее время, получается, люди служат, там, парни, по году. Ну, за год службы, это материальную часть свою, которую ты заведуешь, ты не сможешь ее физически, фактически изучить всю. Это очень большая информация, там много всего. Знаете, когда я попал на флот, я сначала не понимал, куда я попал и что это. Потом, когда уже втянулся в службу, там уже стало намного интереснее. Но почему? Потому что мы на воде, мы маневреннее туда-сюда, движение там у нас. И действительно, День ВМФ всегда был одним из любимых еще в СССР, а затем и в России праздников. Это элита нашего флота, ну, в принципе, армии, как и ВДВ, так и ВМФ. Настроение чуть-чуть погода подпортила, а так настроение праздничное. Сейчас вот здесь собрались у вечного огня, поедем по городу, круг почета. Как бы культурно, без фанатизма проведем этот праздник. А насколько без фанатизма отметят свой праздник, десантники покажут 2 августа. Ведь именно им, братьям по оружию, как говорят сами моряки, они передадут эстафетную палочку уже в эту пятницу. Юлиана Сотник, Николай Сапожников. Специально для новостей. Юлиана Сотник, Николай Сапожников.